В сегодняшнем ролике мы с вами обсудим три основных принципа, которыми имеет смысл руководствоваться при подборе винных сортов винограда. Ну и также отвечу на некоторые ваши вопросы, которые возникают при этом самом выборе. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградорству и виноделию. Зовут меня Светлана, я делаю по образованию, винограды и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Итак, три основных принципа, которыми имеет смысл руководствоваться. На самом деле здесь все очень просто. Первое. Какое вино вы хотите получать? Второе. Какие условия для выращивания винограда у вас есть? И третье. Что вы готовы для всего этого делать? Сейчас по каждому принципу мы пройдемся чуть более подробно. Смотрите, здесь у нас может получиться воронка. В одну сторону, либо в другую. Пример. Мы готовы делать любое вино, какое-нибудь. Условия у нас, конечно, не для выращивания любого винограда, чуть уже, но готовы делать ничего. Вот мы хотим ткнуть под забор, да, и как-нибудь оно будет расти. У нас воронка пошла сюда. И, может быть, наоборот. Мы хотим какое-то, ну, такое довольно узкоспециализированное вино. Условия у нас немножко позволяют, но мы еще готовы много чего делать. Тоже я поясню, там при стенке технологии виноделия. И мы можем очень сильно расширить эту воронку. Ну, в общем-то, выбор всегда за вами. Теперь поговорим по каждому критерию чуть более подробно. Но важно понимать, что все критерии между собой, они так или иначе взаимосвязаны. Ну, вот самое первое, да, какое вино мы хотим получать. Если мы хотим получать, ну, примерно, там, красное или белое, здесь гораздо проще. Если мы уже любим какую-то определенную стилистику, то тут может быть сложнее и может получиться так, что вы любите условный пенотаж, который в средней полосе, к примеру, да, мы вырастить не сможем, как бы мы ни старались. И тут уже надо идти на какой-то компромисс. Да, то есть, ну, либо там пытаться как-то создать условия, либо искать что-то близкое. Ну, мы не будем вдаваться совсем-совсем в подробности. Давайте так вот. Если мы любим и хотим красное лицо, надо тоже понимать, что красное вино могут быть очень и очень разными. Если мы любим плотное, насыщенное, такие, тонинные вина, вяжущие, мощные, мужские, то у нас для этого должны быть подходящие условия. И вот просто посадить под забор точно не получится. Некоторый уход надо обеспечить раз. Второе, сорта подбирать обязательно под срок созревания в ваших конкретных условиях. И помнить, что если вот белая сорта чуть-чуть не дозреет, для них это не очень страшно. Ну, чуть будет больше кислоты, потом в процессе виноделия она уйдет. А вот с красными все совсем по-другому. И там важно, тоже бывает подбирают, вот сахара мало, вот надо, чтобы сахара было много. Сахар – это важно. Но гораздо важнее – это фенольная зрелость. Чтобы ягода полностью созрела, все ее ароматические вещества, все вот эти вяжущие, фенольные, вот это все. Потому что если оно не дозреет, то вино у вас не получится такое, как вы хотите. Оно получится грубое, оно получится неприятно, оно может иметь неприятные овощные тона. И, ну, в общем-то, вы потратите зря время, а получите ничего хорошего. И здесь, если вы любите такие вина, но не готовы ничего делать, то надо какие-то искать компромиссные решения. Если мы хотим просто красное вино, опять же, мы ничего не готовы делать, у нас примерно там средняя полоса, здесь чуть-чуть проще, потому что можно подобрать сорта с ранним сроком созревания темноягодные, которые, в общем-то, в средней полосе вполне могут набирать фенольную зрелость. Ну, к примеру, это синие прибалты. Та же Зилга, тот же Симоне, Йодупе, это брат Симоне, вроде бы у них даже одна родительская пара. Это Вэллиант Американец. Он очень рано созревает. Вот в наших условиях он созревает конец августа, начало сентября, без особого ухода, прекрасно растёт. То есть вполне можно его выращивать, и это замечательно. Альтернатива вот тем, кто выращивает Альфу, Изабеллу, и кто жалуется на кислоту и на то, что она у них не созревает. Вэллиант созревать будет. Где-то у него всё-таки сроки раньше. Единственное, что следует предупредить во вкусе, когда вы пробуете свежую ягоду, там всё равно будет чувствоваться кислота. Со временем в процессе виноделия она уходит, вино получается мягким, приятным, но в свежем виде она есть. Потому что, опять же, те, кто новички, будут ягоду пробовать, пугаться, говорить, что их обманули. Нет, не обманули. Это особенность ягоды. Отдельной группой следует упомянуть вина сладкий. Это уже частый такой запрос. Я хочу делать, как правило, опять же, красные, полусухие, полусладкие вина. Что нам нужно для этого? В идеале хорошее сахаронакопление. 20 и выше прикс. Но при этом, у нас, помните, есть третий пункт. У нас есть, во-первых, уход, которым мы очень сильно можем, более подробно, чуть-чуть позже остановимся. Очень сильно мы можем улучшить качество ягоды. Это раз. Во-вторых, есть технологии виноделия. Например, для того, чтобы было больше сахара в ягоде, ее можно банально подвялить. Это технология, используемая по всему миру. И вполне это можно сделать. Ну и также есть технологии спиртования. Тоже чуть-чуть побродила, особенно мускатные сорта. В принципе, предполагают, что мускатные сорта примерно до 4 спирта побродили, потом их доспиртовали, стабилизировали. Вот это важно понимать, но это не вопрос нашего сегодняшнего разговора. Все, мы получили приятное, классное вино с сахаром. Все, как вы хотели. То есть тоже все возможно, все реально. Еще, если мы хотим вино сладкие, это должны быть мягкие ягоды, без грубых танинов. Например, каберне вам вряд ли подойдет, а вот мускатные сорта вполне могут для этого сгодиться. Если мы говорим о синей ягоде. Опять же, возвращаясь к выбору между красным и белым. Для, в принципе, любого красного, если ягода плохо созреет, это даже речь не о наборе сахара, а именно о фенольной зрелости, то вино будет не очень. Поэтому, если вдруг мы сомневаемся, потянет у нас по срокам, не потянет, опять же, мы ничего не хотим делать, есть смысл выбирать белую ягоду. Да, решение компромиссное. Эти белые вины могут быть тоже очень хорошими, очень приятными. И для белых вин вот эта самая фенольная зрелость не так важна. И даже высокая кислота. Если она будет, она тоже не так важна, потому что кислота в белых винах, она как раз-таки их подчеркивает, делает их более освежающими, более фруктовыми. Так что здесь, как бы, выбор за вами. Где-то, может быть, придется какое-то компромиссное решение искать. Следующее. Ваши условия, ваши погодные условия и ваш вегетационный период. То есть тот период, когда виноград может нормально расти. Эта температура выше плюс 10. Если у вас этот самый вегетационный период короткий, то, конечно же, надо выбирать сорта с самым коротким сроком созревания. Особенно, если мы не хотим ничего больше делать. И при этом, вот буквально минутку назад, я вам сказала, что если у вас сроки созревания достаточно короткие, выбирайте белую ягоду. Потому что с красной могут быть сложности. Ну и пару примеров из конкретно наших сортов, которые раньше всех созревают в нашем регионе. Из красных ягод это будет Вейлиант, это будет Симоне и чуть-чуть позже Зиуга. В наших условиях это примерно конец августа, начало сентября. Все, что я назвала, имеет, ну в общем-то, даже не имеет, а требует минимального ухода. Хотя, чуть позже еще будем говорить об этом. Уходом вы можете сделать очень много. И получить не просто хорошее вино, а очень хорошее вино. Ну, чуть позже. Дальше из ранних синих ягод это будет Нетуран, но там уже немножко надо за ним поухаживать. И следующий после Нетурана по срокам созревания это Галант и Ландонуар. Примерно это первая декада сентября. Понятно, что в разные годы сроки могут несколько сдвигаться, но плюс-минус это то, когда они зреют в наших условиях. Если рассматривать белую розовую ягоду, самый ранний у нас Реформ, это конец августа. Дальше за ним идет Ананасный, это вот прям граница конец августа, начало сентября. Дальше идет Вардова. И из розовых это будет Мускатный Зигиреб. Тоже у него очень ранние сроки созревания. Примерно первая декада сентября он уже всегда готов. Это наши условия. Если вы находитесь где-то южнее, то выбор сортов у вас может быть еще больше. Если вы находитесь севернее, то, конечно, надо выбирать сорта с самым-самым минимальным сроком, который только возможен. И правильно подобранный сорт это, опять же, гарантия получения хорошего качественного урожая. Здесь приведу пример. Бывает, что пишут, что вы там в своей Беларуси выращиваете и что у вас вообще может расти. Вот у нас там на условной Кубани или в Краснодарском крае, то, что гораздо южнее, виноград не всегда созревает. Ну, два момента. Значит, неправильно подобран сорт, хотя там выбор сортов, если у нас условно такой, то там выбор вот такой. И уход. Итак, мы плавно переходим к третьему пункту. Это уход. Уход может сделать очень и очень много. Смотрите, если вы где-то в южных регионах, ну, конечно, вам классно. И, да, действительно, там многие сорта можно растить с минимальным уходом. Да, может понадобиться некоторая нормировка зелеными побегами, урожаем, обработка от болезней, защита от болезней. Да, все это может понадобиться. Но все равно уход может быть не такой большой, как он нужен на севере. Проблемы севера, нам не хватает тепла. Но мы же с вами, люди, разумны и много чего можем откорректировать. Например, что мы можем сделать? Посадить виноград у пристенка. Смотрите, у вас приусадебный участок любая южная сторона, то есть забор с севера, а вот здесь с юга мы усадим виноград. Стенки сараев или, например, представьте, вот у вас участок, ну, конечно, если он так удобно расположен по сторонам света, и бетонный забор. Шикарный пристенок, он даст много тепла, и то, что у вас бы, например, там через 10-15 метров вы бы посадили, не вызрело, вот у этого пристенка вызрит, потому что там тепло, там выше сад. Что такое сад? Сумма активных температур, которая очень важна для винограда. Есть пристенки? Значит, можем садить более поздние сорта. Дальше. Допустим, пристенков нет. Можно организовать и теплицу. Было бы желание. Как-то попадался ролик в Подмосковье, выращивает винодел. Очень много у него там разных сортов, он со всего мира привозит. Часть у него открыта, грунт, часть теплицы. Пожалуйста. Дальше в Прибалтике, я только не вспомню, где конкретно, в Латвии или в Литве, там вообще большие-большие теплицы, человек построил под винные сорта, чтобы делать для себя вино. Вот ему так захотелось. Да, это затраты. И материальные, и физические. Но нет, ничего невозможного, если есть желание. И смотрите, сейчас вот я покажу мою любимую картинку. это виноградники на Канарских островах. Вот я очень люблю показывать и приводить пример. Где Канарские острова, вы можете посмотреть на карте. Тем не менее, обратите внимание, до горизонта у каждой виноградной лозы сделан, ну такой пристеночек, назовем его, да, защита от ветра, или это дополнительное тепло, или еще что-то. Но для каждой лозы это сделано. И это сделано на промышленных виноградниках, на гектарах. А теперь вопрос. Если у нас не очень большой приусадебный участок, то вот это вот нечто похожее сделать на нашем участке вполне реально. Причем можно это сделать красиво, еще чтобы это было и архитектурное какое-то вот такое сооружение. Было бы желание. Ну а в принципе сарай, бетонные заборы. При этом мы еще можем организовать весенний разгон. Опять же, вот у нас стенка, мы там придумали какие-то душки, весной накрыли. Там хороший аккумулятор тепла, потом через некоторое время открыли, чтобы уже виноград был на воздухе, на открытом. вот пожалуйста, начал расти быстрее, тепло свое набрал, ягода созрела. То есть вариантов много, можно еще что-то свое придумать, какие-то системы обогрева, системы еще чего-то. мы не пробовали, но такая у меня есть идея когда-нибудь попробовать. Тепличники используют, называется рукав лежебока, в районе, наверное, 20 сантиметров, может чуть больше. Рукав из черной пленки, в которой заливается вода, и вот они раскладывают в теплицах, чтобы больше был нагрев. То же самое можно положить под виноградом, возле ягод, будет дополнительное тепло. И в принципе, вот эта штука может играть роль пристенка. По цене, кстати, смотрела, ну это вполне доступно. Можно купить, можно там из пленки, если захотеть, самим соорудить. Конечно, самим может получиться, может не получиться. Все-таки должен быть определенный запас прочности. Ну и можно же это сделать? Можно. А если у кого-то есть доступ к коричневым бутылям от пива, 20 литров, вот вам, пожалуйста, налили, расстелили, вот тут тот же лежеблок. Можно? Можно. Это очень сильно расширит ваши границы в выборе софта. Но это еще не все. Технологии виноделия это тоже позволяет сделать очень много. Та же красная ягода, если она немножко, немножко, вот это важно понимать, не дозрела, чуть-чуть не сбросила кислоту, для этого есть технологии. Можем ее подогреть где-то сутки при температуре 40 градусов, и у нас кислота превратится в сахар. Есть такие реакции, тоже в учебниках они описаны. Все возможно. Не добрала сахар, можно немножко подвялить. Опять же, хотим вино сладкое, хотим вино плотное, пожалуйста. Чуть-чуть подвялили, вот и получили плотное сладкое вино. Есть еще технологии термо-винификации. Вариантов очень-очень много. Повторюсь, было бы желание. И, ну, конечно, мы не волшебники, мы не можем из ничего сделать конфетку. но улучшить параметры ягоды, расширить вот эти границы выбора, на самом деле можно, и можно сделать это достаточно широко. И еще пару вопросов, которые часто задают люди, которые хотят заняться винодельем. Сколько сортов садить? Один или несколько? Здесь личное дело каждого, и наше мнение не претендует на истину. но совет все-таки садить хотя бы 3-5 сортов. Почему? В разные годы они могут созревать по-разному. Что-то может немножко перезревать, что-то может немножко недозревать, что-то набирать кондиции, что-то не набирать, что-то треснуть, как-то поесть осы. Случится может все что угодно. Так вот, когда у вас есть несколько сортов, опять же, у вас, как у винодела, есть инструмент для корректировки сусла и для корректировки того вина, который у вас получится. Добрали кондиции все? Хорошо, можно сделать по отдельности. Не добрали у кого-то там высокий сахар, у кого-то высокая кислота, вы их вместе смешали, понимая, что вы делаете, для чего вы это делаете, и таким образом подкорректировали ваше сусло. Смотрите, тоже шампанское делают из трех сортов, а по-моему даже может и четырех. Точно там шардоне, пинонуар и пинонуни. Вот почему-то их трое смешивают. Не делают из одного шардоне, не всегда делают из одного пинонуара. На этом есть в розовом нюансе, но если мы говорим о белом шампанском, которое в шампании производится, то вот три сорта они мешают для того, чтобы получать всегда стабильное качество. У вас то же самое, тем более, что понимаете, все равно виноград растений нестый. Какой-то сорт может чуть лучше себя повести, какой-то чуть хуже себя повести. Когда у вас один что-то пошло не так, ну все, пошло не так. Когда несколько, то вы понимаете, что во-первых, можно скорректировать, во-вторых, если вы один, ну решите, что все, вот он вам не подходит, вы передумали, как-то вот вам он не нравится, да, то не надо сносить весь виноградник, а всего лишь убрать вот тот сорт, который вам не нравится. И еще сколько кустов садить. Это вопрос такой очень сложный, и мнения тут очень сильно могут расходиться, опять же, не претендуя на истину, всего лишь как совет. Смотрите, кто-то делает вот плотную-плотную посадку, там чуть ли не через 50 сантиметров, и с каждого кустика собирает по условному килограмму. Да, можно с куста получать 10, 20, 30, 40, и 100 килограмм. И это будет нормально, вот услышьте, потому что где-то кто-то что-то слышал и считает, что вот только так и никак иначе, всё зависит от площади питания и от возраста. Конечно, ни в трёхлетнем, ни в пятилетнем, ни даже, может, в десятилетнем возрасте куст вам 100 килограмм может и не дать. Но если этому кусту будет 20 лет, если вы его хорошо кормите, либо у него свобода его корням, он может идти искать питание там, где ему хочется, нет конкуренции, никто не мешает, и вы ему дали много-много-много площади, да, можно и 100 килограмм и 200 собирать, но это будет не быстро. В среднем, ну, допустим, на нашем участке мы можем получать таких кустов возраста лет 5, примерно около 6 литров ина. Мы уже говорим о чистых литрах, примерно вот так. Соответственно, вот на эту среднюю цифру в принципе можно и опираться, но дальше уже считайте, сколько вы бы хотели получать, сколько у вас есть места выделенного и уже под это подбирать количество кустов, которые вы хотите посадить. И подводя итог нашего сегодняшнего разговора, важно уравновесить наши желания и наши возможности. И помните, что много из ваших возможностей в ваших руках. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!